Серьезная пожароопасная обстановка сохраняется в приграничных регионах Беларуси. В Гродненской области высокий риск смертельной инфекции. Силовики устроили массовую облаву в Березе. Подробнее об этом и не только. Я расскажу вам далее. Вы пока поддержите нас. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Только помните о безопасности. В Гродненской области вдвое увеличилось число заболеваний клещевым энцефалитом. Как выяснилось, все заразившиеся не были вакцинированы. Всего в этом году за медицинской помощью после укусов кровососов обратились более 5000 человек, причем треть из них – дети. По статистике, чаще заражаются люди в возрасте от 50 до 60 лет. Больше всего обращений за медицинской помощью зафиксировали в Волковыске, Островце и Гродно. По прогнозам специалистов, в случае укусов будут регистрироваться до ноября. А наибольший подъем численности клещей произойдет в сентябре. Это связано с жизненным циклом кровососов и погодными условиями. Медики напоминают, что лучший способ защититься от клещевого энцефалита – сделать прививку. К слову, две дозы вакцины способны сформировать иммунитет до трех лет. Крупный пожар на Альманских болотах на границе с Украиной спустя сутки удалось локализовать. Часть сотрудников Гослесохраны остается на месте возгорания для ведения непрерывного наблюдения. Велика вероятность тления огня в скрытых источниках, не выявленных при тушении. Отметим, Альманские болота являются крупнейшими в Европе. Они сохранились до наших дней в естественном состоянии. Также удалось ликвидировать пожар на болоте Ельня в Витебской области. Там с огнем боролись 120 сотрудников Гослесохраны МЧС. В ТикТок появился видеоролик с последствиями пожара. На кадрах видно сплошное пепелище, в которое превратилось болото. Минувшую ночь пришлось провести в лесу сотрудникам Гослесохраны Крупского, Борисовского и Березинского лесхозов. Минлесхозе обратили внимание, что все очаги возгорания находятся в клюквенных местах. Несмотря на запрет посещать леса, люди все равно устремляются на болотистые места за ягодами. Согласно законодательству, нарушители могут привлечь к административной ответственности, даже если обошлось без последствий и ущерба для окружающей среды. За посещение леса могут оштрафовать на 480 рублей. За август силовики задержали в Березе минимум 24 человека, которые участвовали в протестах против фальсификации президентских выборов. Силовики цинично выложили в сеть издевательский ролик с пленниками под песню группы Корни «Плакала береза». Покаянным видео десятерых задержанных мужчин заставили сказать, что они принимали участие в несанкционированных митингах в Березе в августе 2020 года. Также силовики продемонстрировали кадры их задержания. Остальным 14 привлеченным жителям Березы избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По какой статье их обвиняют, неизвестно. Напомним, прошлая массовая облава в этом небольшом городке прошла в марте. Тогда силовики похвастались, что задержали четырех человека. Через несколько дней уточнили, что всего было задержано девять местных жителей. В итоге восьмерых из них суд обвинил в участии в протестах и отправил в колонию. Гомельское областное управление капитального строительства ищет подрядчика на реконструкцию объектов автопарка для внутренних войск. Как сообщил местный интернет-ресурс «Флагшток», на работу из бюджета выделят более 22 миллионов рублей. Это внушительная сумма, учитывая, что этих денег хватило бы на постройку двух детских садов или поликлиники в новых микрорайонах. Реконструкция автопарка в милицейской части должна начаться уже на днях, а завершить ее планируют через два года. Местимость гаражей после окончания работы будет составлять 82 автомобиля. Проектом предусмотрено строительство пункта технического обслуживания и ремонта автомобилей с мастерскими и складами. В другом здании оборудуют дежурную часть, кабинеты и архив. Также для силовиков построят автозаправочный комплекс. На улице Фолюша в Гродно очередному должнику за коммунальные услуги перекрыли канализацию. Мужчина задолжал коммунальщикам более 8 тысяч рублей. Ему много раз отправляли уведомления, предупреждения о последствиях, посещали и уговаривали оплатить долг, но результата не было. Сначала хозяину отключили электроэнергию, а затем заблокировали вводы отведения канализации. Теперь ни в санузле, ни в кухне в этой квартире слив не работает, ведь установленная заглушка не позволяет воде уйти. Такие жесткие подходы к неплательщикам в Гродно применяют только в качестве крайней меры. Если должники и после этого отказываются погашать задолженность, их выселяют через суд. Наркозависимые жители Барановичей стали чаще совершать преступления, а врачи фиксировать у них передозировки наркотическими средствами. Проблема стала настолько острой, что ее даже обсудили на заседании грисполкома. Однако по какой причине местные силовики, обязанные работать с наркотическим контингентом, до сих пор не предприняли усилий, чтобы не допустить ухудшения ситуации, не пояснили. На заседание призвали по каждому сигналу от близких, соседей, случайных свидетелей принимать соответствующие меры. По данным МВД, на сегодняшний день в регионе насчитывается 28 наркозависимых жителей, в семьях которых воспитываются 32 ребенка. Силовики в Гомеле учились правильно обыскивать болельщиков хоккейных матчей. Дело в том, что на днях начался чемпионат Беларуси. И в местном УВД решили провести учение, как вести себя при обеспечении порядка на массовых мероприятиях. В Ледовом дворце на контрольно-пропускном пункте сотрудники ОМОН тренировались искать запрещенные и взрывоопасные предметы у болельщиков. При досмотре силовики выявляли условных нарушителей, после чего проводили их задержание. Кроме того, они отработали действия в ситуации возможной массовой драки болельщиков, а также при использовании ими пиротехнических средств. В Вороновском районе за ночь стая волков растерзала семерых овец. Об инциденте, который случился в деревне Будревич, рассказала местная районка. Выйдя утром из дома, сельчане обнаружили туши овец. Часть останков находилась на территории хоздвора. Других, еле живых, зверей нашли в кукурузном поле. Как выяснилось, ночью стая волков пробралась в огороженной сеткой загон хозяйства и набросилась на овец. Острел хищников в районе ведется круглый год. В прошлом ликвидировали 17 волков, в этом 6. Специалисты предупредили, что в августе-сентябре хищники усиленно питаются и кормят потомство, поэтому риск нападения на домашних животных увеличивается. Жителям деревень советуют не выпускать питомцев далеко на выгул, не оставлять на ночь в загонах и проверять надежность дверей и форточек сараев. В Реской области хотят установить памятник первому президенту Израиля Хаиму Вейцману. В ноябре будет отмечаться 150-летие со дня рождения политика и в Болсполкоме обсудили возможность его увековечивания. Установить памятный знак в честь Хаима Вейцмана решили в оградке Мотуль, где он родился. Инициативу поддержали Министерство культуры, иностранных дел, а также чиновники. Отметим, Мотуль до сих пор сохранился дом, в котором Вейцман родился и вырос. Будущий политик появился на свет в 1874 году. В 11 лет Вейцман переехал в Пинск, поступил в гимназию, затем работал репетитором. Он несколько раз менял место жительства, оседая то в Германии, то в Англии, то вновь возвращался в Пинск. В 1948 году после провозглашения государства Израиль политика избрали главой Временного госсовета. Через год он стал первым президентом этой страны. Друзья, не забудьте поддержать работу нашей команды донатом. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Кто пропустил сегодняшний эфир горячего комментария, обязательно посмотрите. До встречи завтра и Жыве Беларусь!